В этом выпуске налегке открываем инклюзивную кофейню. Идем на премьеру спектакля в ТЮЗ и узнаем нескучные новости. Не переключайтесь. Это Василий. Он разбирается в кофе. А еще он директор уже сети кофейн инклюзивной баристов. И вот вторая кофейня распахнула свои двери совместно с компанией А1 по адресу Интернациональная 36. Итак, три главных вопроса для Максима Пушкина. Вопрос номер один. Откуда ты узнал о сегодняшнем мероприятии? Меня позвали, но вообще в социальных сетях я видел, что в Инстаграм подписан был. Еще когда первая кофейня, поэтому я знаю. Вопрос номер два. Насколько важен этот проект для страны? Я считаю, что это круто, что такое происходит в Беларуси. Потому что это люди такие же, как и мы. И как в обычной кофейне люди с инвалидами и так далее не могут всегда попасть. А тут же безбарьерная среда. Все могут зайти. И тем более я знаю, что они делают крутой кофе. Поэтому обязательно. Василий Павликов у вас на экране. Директор. Сейчас уже директор инклюзив Бористо совместно с А1. Возможно, в будущем и директор А1. Но это уже покажет история. Василий, пару вопросов. Это ваша вторая точка. Как так получилось, что вы выросли с обычного Бористо до настоящего директора? Да, так получилось. Не поверите. Все супер, все хорошо. Будем стараться, сейчас стараться. На благо кофейного дела. Чем будете удивлять в этой точке? Здесь будут кучи приложенных. Куча позитива. Всего-сего наилучшего. Расскажите, что особенного у вас в меню именно в этой точке? Это наши фемиальные трайфы из Городенда Лиды. Начальник отдела корпоративной коммуникации, Николай. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, это первый подобный опыт именно с кофейней, да и вообще с инклюзией? Ну, для нас, для компании, которая действительно работает много в плане социальных проектов, у нас их действительно много, благотворительности, все это есть. Но вот эта история с инклюзивной кофейней, она для нас действительно первая. Я надеюсь, что не последняя. Я уже говорил здесь на презентации, что на самом деле мы планируем расширять эту историю и открывать такие кофейни не только в Минске, но и в других городах, в наших магазинах. Это должно стать реально фишкой. Сколько времени ушло от идеи до реализации? Да, на самом деле, история этого проекта, она совершенно какая-то удивительная, потому что буквально месяц назад Саша и команда написали пост в Фейсбуке о том, что они хотели бы расширяться. Вот было бы неплохо, ищем партнеров. И внимание конкретно на этот пост обратил наш генеральный директор. Он сам не русскоговорящий, но, разумеется, Google Translate в помощь. Он перевел пост, он понял, о чем речь и написал, блин, ребята, ну если вы варите неплохой кофе, давайте попробуем. Собственно, уже дальше эта задача была передана нам в работу, мы очень обрадовались, потому что это реально классная возможность объединить наши усилия. Вот, один месяц от одного поста в Фейсбуке до вот этого открытия сегодня и уже полноценной работы этой кофейни. Это, ну, это даже для нас, как бы уникально и совершенно нестандартно. Здравствуйте, Татьяна. Да, здравствуйте. Ваша идея только по дизайну или по конструктивным решениям в плане барной стойки по высоте? Слушайте, ну, не только по дизайну, вообще в целом, но это у нас была командная работа, конечно же. Чья была идея регулировки барной стойки по высоте? Это действительно удобно. Это из практического уже какого-то опыта, да? Ну да, потому что уже имелся определенный опыт, я понимал, что разный рост людей, разные коляски, и человек на коляске присесть и встать не может на цыпочки, поэтому что-то нужно было придумать. Если бы это была первая кофейня, скажем, вы бы делали все иначе или уже все-таки с учетом опыта действующей кофейни возле Белгоспромбанка? Татьяна делала, собственно, и первую кофейню. Да, да, мы делали первую кофейню, там, конечно, есть свои недочеты, есть какие-то моменты, на которые мы могли протестировать именно там, и уже с учетом первой кофейни здесь мы более усовершенствованные какие-то решения приняли. Мы, как бы, придерживаемся такого момента, в котором мы не понимаем, что кто-то не может работать, мы не понимаем нерабочая группа, да? То есть, что значит нерабочая группа, если есть чувак, который управляет языком автомобилем и ездит, там, не знаю, по Норвегии, или глазами управляет и делает 3D-модели. А у нас в государстве есть такое понятие «нерабочая группа». То есть, получается, тебя сразу определяют в какую-то нишу лузеров, которые должны жить только на пособии, и мы, как бы, это очень сильно все троллим. Ну и, наконец, финальный вопрос, ребята, такой будет. Есть ли какая-то разница, вот чувствуется ли вот это вот, какой-то барьер в общении с людьми? То есть, они, может быть, как-то по-другому смотрят на то, что вы именно инклюзивный барист, а не так, как обычно. Может быть, это как-то влияет на размер чаевых? Может быть, это размер чаевых тема, да, это влияет 100%. Но, по сути, как бы, ты, когда уже зарабатываешься, у тебя отключается этот фильтр инвалидности, и тебе пофиг. То есть, это такая психологическая реабилитация. Субтитры подогнал «Симон» Инженеры из Японии придумали роботическую руку для одиноких людей, а немецкий суд признал диджеев музыкантами. Мы собрали очередную подборку новостей, способных вас удивить. В следующем году компания из Вашингтона Ocean Gate Expeditions проведет экскурсии к «Титанику». Так выглядит затонувший корабль сейчас. На экскурсию сможет попасть любой желающий, однако стоить это будет немало. Погружение обойдется в 125 тысяч долларов. Команда из 50 ученых планирует спускаться к кораблю каждую неделю. Глубина затонувшего судна в районе 4 тысяч метров. Там участники смогут рассмотреть «Титаник», а также поуправлять батискафом или лазерным сканером. Недавно в Австралии обнаружили два новых вида млекопитающих. Речь идет о летучих кускусах или летающих посумах. Этих животных очень трудно с кем-то перепутать. Все из-за гигантских глаз и ушей. Так они выглядят. После находки популяции посумов ученые решили провести анализ ДНК, который показал, что это не один, а целых три разных вида. Один из них был известен ранее, другие – нет. В ближайшее время этим видам будут присвоены имена. Канадские и американские маркетологи провели исследование, в котором сравнили сборы фильмов, а также события, предшествующие премьерам. Выяснилось, что спойлеры и сюжетные сливы увеличивают прибыль от проката. Для исследования взяли выборку фильмов, выходивших с 2013 по 2017 год. В результате анализа стало ясно, что чем интенсивнее распространялись спойлеры, тем выше были кассовые сборы. Вероятно, это связано с тем, что спойлеры уменьшают неопределенность вокруг выхода ленты, зритель узнает о сюжете больше и уже точно знает, зачем идти в кинотеатр. Так это прокомментировал Чон Хэн Рю, один из авторов исследования. Если потенциальные кинозрители не уверены в качестве фильма, то важную часть в принятии решения для них сыграют содержание сюжета и спойлеры. Суд в Германии недавно решил один важный культурологический вопрос. Он вынес постановление о том, что техно – это музыка, диджеи – это музыканты, а рэйвы – музыкальные концерты. Решение суда влияет не только на статус жанра, это значительно снизит налоги. Клубы, которые проводят рэйвы, будут выплачивать с продажи билетов не 19, а всего лишь 7% сборов. Судья признал диджеев музыкантами, поскольку те не только играют чужие мелодии, но и свой авторский материал. Инженеры из Японии придумали роботическую руку, которую можно пожать, если чувствуешь себя одиноким. Разработка называется «Моя девушка на прогулке» и так она выглядит. Гаджет По мнению создателей, устройство будет мотивировать одиноких людей проводить больше времени на свежем воздухе. Съемочная группа программы «Налегке» находится в Театре юного зрителя, где сегодня состоялась премьера спектакля «Снэм Беларуси» по произведениям Янки Купалы. Спектакль «Мистерия», спектакль «Молитва». Не переключайтесь, а лучше приходите в театр и увидьте это своими глазами. Если актер будет относиться к работе как просто к декларированию стихов, то, конечно, он не продержит, не продержит внимания. Казалось бы, да, 40 минут и такой жанр спектакль «Читанье». Нет ничего лишнего на сцене, ничего. Кто-то говорит, мне это мешает. А я считаю, что для того, чтобы получился диалог со зрителем, ничего не нужно. Не нужно никаких костюмов, не нужно никаких декораций, ничего. У нас есть текст Купалы, у нас есть актер, у нас есть слово, у нас есть зритель, которому нам есть что сказать. Мне кажется, это самое главное. Выходить нужно всегда вот здесь, вот должно что-то быть, чтобы и зритель это почувствовал. Тогда не будет сложно удерживать внимание. Когда у тебя болит, когда тебе есть что сказать, у них заболит. Обязательно. Без этого никак. Кто ты, гепки? Свой, дедейши. Шанго хочешь? Тори, дедши. Якой, Тори? Хлеба, соли. А что, боли? Земли, море. Где родился? Своей, вёсцы. Где хрестился? Придорожцы. Чем освенча? Крову, пота. Чем быть хочешь? Не быть схода! Не знаю, это не просто поперки. Это их бы, можно, ну, как бы не быть таким уже надто. Их, здаётся, невеличкий ковалочек купалы. Вот так вот приговорнешь, а это слово его, и оно греет, не как, разумеете? И потом, в этот текст зараз, вот, на этом чёрном фоне, это як икона, на якую мы молимся купала. Нездорма. Мастатство, театр, зараз самое моцное, что может быть. Приведи у театра, посади. И человек сразумеет, чего он хочет. Тиможа не хочет. И мне здаётся, что наш спектакль на сегодняшний день супадает с вельми-вельми многими людьми. Я думаю, что мы, як однодумцы, отремовывается так. Тому, что та реакция, яка идёт глядача, мне здаётся, она говорит про то, что театр знайшёл той правильный накерунок, який повинен быть. Благодаря зрителю, который ждёт, вот сейчас это очень чувствуется, он ждёт. И когда ты в финале, всегда, да, есть момент, вот, спектакль, потом у актёров происходит сброс. То есть, ну, надо отпустить, и ты выходишь на поклон. Я никогда раньше за собой такого не наблюдала. Только когда маленький совсем зритель приходит, я детей люблю, ну, вот, разглядываю, как у них, как реакция. А сейчас ты всматриваешься в лица каждого, стараешься всех их запомнить, всех их изучить, посмотреть и подумать, о чём он думает. А он смог, у него проболело это или нет. Театр — это не только, ну, да, вечный поиск ответов на какие-то вопросы. Это ещё и место, где можно немножко отпустить себя. Должно быть и весело, и грустно, и поплакать, и посмеяться, да. Я иду, скерношу, ноги баранують, в очи они бачить, в уши они чують. Чё-то зайшёл, дорогу, по нишам зробился, и на вухо шепчешь, что-то, обмориси, что, что мне всё тут знача. Панам я сегодня, поколение, моро, еду на сто доли. Сейчас, если посмотреть так, то многие произведения, музыкальные композиции, они как-то звучат по-другому. Ты бы никогда не подумал, что... У меня даже такое было. Недавно я, не помню, слушала рок 90-х, из разряда Земфира и тому подобное, начало 2000-х. И что-то я не понимала даже, ну, как бы смысла какой-то определённой песни. А потом ты думаешь так, ой, так она же про нашу жизнь, она же про 21-й век. Она же про то, что происходит вокруг. Я не говорю конкретно про каких-то исполнителей, нет, но так часто сейчас получается. Ты едешь где-то, слышишь по радио и начинаешь вслушиваться в текст, и оно в тебя попадает. Самое главное, вот, чтобы люди как-то вместе были, чтобы вот это единство, оно не потерялось. Чтобы мы продолжали замечать друг друга. Я такого не видела раньше. А сейчас я и в лица всматриваюсь, и со многими знакомлюсь, и как-то ощущение есть, что ты, что тебя больше, что ты что-то можешь. Потому что, вот, с тобой рядом люди стоят. Ты не один. Я буду молиться, и сердце придурить, Рассказ мою буду молиться душой, А что ты готовишь, и сердце придурить, Чистос, и сердце придурить, Чистос, и сердце придурить. Редактор субтитров А.Семкин